Наиль, какие задачи перед этим турниром? Вот, например, Карпин, тренер Ростова, говорит, что выиграть им турнир не обязательно. А для Спартака как? В любом случае, прежде всего, это подготовка к чемпионату, набрать форму. Но, безусловно, для футболиста важно побеждать. И через победы подготовка будет идти намного легче. Вот мы будем смотреть сегодня игру Спартака. На что мы, в первую очередь, должны обратить внимание в контексте именно предсезонного матча? Как прессингуют или как там позиционно атакуют? На что? Да, вообще, в общем, на игру, наверное. Потому что две недели мы провели в таком достаточно тренировочном, достаточно грузочном темпе. И я думаю, что это будет результат нашей работы за эти две недели. Наделись впечатлением от новичка Угальда, много разговоров. Он сыграл в закрытом матче против Торпедо, да, никто не видел. Сегодня увидим. Как бы ты его прорекламировал? Не, ну, в любом случае, сразу видно, что такой достаточно настырный и боевой нападающий. И хочется пожелать ему как можно скорее влиться в коллектив и забивать как можно больше. А те из тех нападающих, кто был в Спартаке, он на кого попал? Ну, тяжело сравнить, на самом деле, его с кем-то. У него такая достаточно особенная черта, там, в прессинге он очень такой настырный прям. Ну, я думаю, что вы сегодня увидите это. А, если Наиль не хочет, чтобы Наиль тебя подкалывал, Руслан, спрашивай. А то Карпин тебя прикладывал. Ну, он не прикладывал, он просто понимает, что дипломатично, чтобы тебя убрать немножко времени. Это да, это да. Это мы после матча поговорим. А у меня такой обычный вопрос. У тебя за карьеру уже было много тренеров в Спартаке. Мы не будем сравнивать тренеров. Вопрос в таком, какое сильное качество у Абаскали в раздевалке или после матча. Как он настраивает, возможно. Есть что-то принципиально новое от других тренеров? В любом случае, у каждого тренера есть свои особенности. И перечислять их достаточно тяжело будет. А мы не будем сравнивать. Если брать одно какое-то качество, то, наверное, страсть, которую она дает, прежде всего, всей работе. А страсть это на бровке во время игры? Нет, во время всех тренировочных процессов, каких-то игровых, каких-то там забавных игр, которые мы устраиваем. Поэтому я считаю, что страсть будет.